Субтитры сделал DimaTorzok Замучился смотреть на эти батлы, как Ермак хочет разорвать там Прадика, Гелика Пусть сначала он разорвет нас с Колей на обычных тачках, а потом уже озарится на Гелике Это как в игре, знаете, Супер Марио, там 10 уровней надо было проиграть, чтобы в конце с драконом биться Так пусть нас, маленьких дракончиков, сначала порвет, а потом мы, короче, решим, надо ему большого дракона Гелика в смысле? Да, или нет? В этом рейндж-ровере 510 сил, вы представляете? А вот в моей тачке 150, а у Коля на сил 70 здесь Поэтому сегодня мы решим, у кого лошади сильнее Ну что, какие шансы? Зашел, вот купил немного шансов, вот, последний шанс, так пожрать, заходите, придете Ну так, может, за еду-то победу и продадите Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-те-что, мы лучше оголодать будем с месяц Не, мы же не продаемся вообще, у нас команда серьезная, здесь все четкие собрались ребят это вы посмотрите у кого он спрашивает если у него шанс он до меня спросил эти ребята на уазах никогда не ездили это мы ладно пересели с таких машин на рэнджа и сейчас их будем вот так вот полно в очередной раз как бы вот эту мощь его район сегодня покажешь да он утонет сегодня там где я проеду это сто процентов 200 они просто еще не знаю то поехали на самом деле вот сейчас отсюда смотрим же кажется что здесь light поехали куда мы едем ждет он просто не был там неделю назад он даже не представляет куда мы его заманили заметил вам уже жалуется ну что ну что тяжело нож и нож и оказалось не по силам как правильно это вообще говорят сказал буду ездить преследовать по всем городам вас буду вас там разрывать ваши гелики и прада но что-то уже быстро сдувается сегодня конечно приехал он и рассказывал что тяжеловато финансово тяжеловато получается много городов взял много поездок а нужно везде-то расходы нести гостиницы бензин еда питание команда тяжело спрашивает как вы вообще все это вывозить и мы то чё ездим конечно тратим много денег но у нас есть карта на канале которой мы пользуемся я ее заказал мне в тот же день привезли это тинькофф платином что с ней вообще прикольно можно просто не только нести расходы да но еще экономить а помимо того как экономить можно еще и зарабатывать зарабатывать кэшбэк бонусы для оформления карты тинькофф платином тебе нужен только паспорт и минута времени и что я теперь получил кредитный лимит до 700 тысяч рублей кэшбэк до 30 процентов которые могу потратить на оплату ужина в ресторане билетов на поезд коммунальных услуг и много всего прочего и даже вот смотрите например условно в месяц если вы заработали 3000 бонусов кэшбэка можно не только отбить стоимость обслуживания карты но и остаться в плюсе а так как у нас много расходов на топливо то обычно бонусов мне еще на один бак хватает также до 120 дней без процентов на погашение других кредитов рассрочка 0 процентов до 12 месяцев на любые покупки переводы бесплатно до 50 тысяч рублей в месяц на карты любых банков даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные быстрое решение о выдаче доставка карты в день оформления реально вот мне привезли домой а утром заказал мне уже в обед привезли поэтому переходи по ссылке в описании оформляй карту тинькофф платином пользуйся экономь и зарабатывай кэшбэк но рэнджор проедет как думаешь не сто процентов рэнджор с полевого проедет так же надо куда что-то он еще застрял на первой локации сейчас у вас такая же на рэнджоре я говорю сейчас володя покажет класс как на рэнджоре и пацаны молодцы прям нормально заряжка в волге опять что-то с этим с колесом опять болтается она всегда болтается там конструктивная недоработка да я даже и не снимал 1-0 что там 1-0 говорит он даже не газовал нормально нет говорили они вот ребят уходил чисто вот моральная проходимость ветку жалко развернуло это полный перекрас я тебе говорю в москве уже записывайся звони причем ее даже уже не надо будет шкурить это лайт такой пачки прогреть ну понятно здесь мы об этом уже отслеиваем обычно а здесь половина уже не есть это короче этот фейс контроль да такой блин молодцы да ну что вы собрались поехали дальше то разве это препятствие и 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 отпачкать и все такое. А потом плевать, лишь бы домой вернуться. Да, 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 просто чтобы добраться до дома. Не, я думаю, что Рэнш проедет, просто у него мосты там торчат, и он прям по мостам, видите, вон у него торчит. Рэнш спокойно проедет, я думаю. Так я понял, в чем дело, у глушителем уперся, назад не едет. Порожься, да, братья, пронежали? О, да! Попробуй, ну, главное, если не тянет мотор на повыше, включи повыше, ну, включи. Рыжа не запустим, а? Да давай. Рыжа запустим. Да давай. Проедет, как думаешь? Волга проедет. Если сейчас нормально разгонится, хорошенечко топнет, проедет. Она выше семерки. Вообще легко. Насколько выше? Чуть-чуть она выше семерки. Лимак трогается. Она на автопилоте сама едет, как на тесте. Никита, скорее всего, мостами сейчас здесь хорошо будет черчить. Серьмо. Да у него стандартные колеса, стандартный УАЗ. У Range Rover подвеска независимая. Он чуть медленно ехал, чтобы он не опускался. Да нет, смотри, нормальная ель. Кто? Там артиктрак разулся же. Разулся? Разулся. Зачем? Что зачем? Переднее левое колесо, надо ехать спасать. Бросаем. Все, я сейчас по кругу проеду и поеду за ним. Отвозите ему спичку, спички, газету и возвращаемся. Давай, хорошо. Саня съедет, пусть спасет. Видел у него сиденье с... С ребенком? Нет, он и не пытался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Текст фильма ВОВА Да давай, сейчас будем разбираться, короче. ВОВА говорит, что ВОВА ведет 2-0, потому что мы с Колей в одной команде. Я говорю, что я буду вывозить... Так, ну как, Антон? Давай, ты рассуди. Нас на баттву вызывали Жига и Волга по отдельности или одной командой? Одной командой. Одной командой. Значит, в вашей команде минус два раза, Жига два раз дернула. Хейтеры рассудят. Хейтеры рассудят, да? Три ноги. Кстати, эта полка такая, о, о, внедорожная. Ты помнишь. Я думал, она будет грязнее, на самом деле. Она замерзла. Нам надо, Женек, завести Ермака в нормальную чачу. В чачу конкретную. Хотелось бы на крыше сплясать, когда он в луже будет, по шельгу воде. Так в конце речка же как раз и будет такая. Ну, вот там из пляжа. Искормим его кабанам диким. Ну, видишь, он провалился чуть-чуть с салфача. Вы пока хотите поехать и траектория пустить. Прокатать, чтобы быть. Пацанам. Чуть дерева не вехал. Чуть дерева не вехал. Дальше. Труже. Быстрый. Это прорыв. Поехали. Цветый. Да нет. Учень. Учень. Здорово. Хлопать. Да нет. Чуть дерева не вехал. Тружественное. Поехали. Подождите. Тружественная сцедка. Искучный полаатый. Друзья, тебе просто повезло, потому что лед еще не растаялся. А что же не повезло Жиге тогда? Полноприводные, задранные, елки. Да, как повезло, как бы нам и как не повезло вам. Ну что ж, ребят, наша задача простая. Не выеживаться. Поскольку нас вызвали на батл, белгородские, наша задача спокойно пройти. Не вот это тут устраивать на камеру все, брызги, слюни, сопли. Наша задача спокойно пройти, объехать их и вернуться домой красавчиками на здоровой целом машине. Потому что через неделю уже мы будем биться в Твери у канала «Не тормози». Вот, поэтому мы без ажиотажа спокойно едем. Че, вы, Жек, проскочили? Да, вообще четко. Не цепляя раму. Ну что-то говорят, кого-то намотало. А все в ожидании было, что рейндж первый сломается, да? Подожди, еще не вечер. О, все закрутилось. Что, это уже 3-0, да? У вас вообще не заведено с машины выходить, да? Все, размотали. Так. Там вообще, пи***о. Только резать. Кого? Коляна? Трос. Давай сюда. Коляна надо. Коляна дай еще отрезать. Коляна. Не-не-не-не. Коляна, сюда давай. А выверни руль влево. Стой, стой. Давай вперед, Коля. А что там? Отцепи его. Все подонуло, да? Да он между с этим. Четко. Все нормально. Вот, и все. Боск, Подмосковья. Вы че играетесь? Вы с Жигой и Волгой должны укатать этого рэнжа. У вас минимум 8 колес, а у него 4 просто. Жек. А? Вот, а что это, б***ь? Да, рыгало. Страшно, б***ь. Субтитры сделал DimaTorzok Пытаешься задания какие-то посложнее прийти? Да, 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 здесь слишком примитивно. Разогрели пока. Давай. О, сможешь тут. На удивление проехал, да? Рынчик не умер, как ты говоришь. Так мы еще и не едем никуда. Засел, да? Конечно, засел. Все вышли сразу. Минус 3 балла. Честно, фоточки в N100 видишь, да? Я снимаю. Ну что, почиши, почиши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А раньше-то не может, в общем-то, на мокру коробку, видишь? Нет, ну черный-то просто этот, побавит. А белый-то, конечно, такой эксцент показал. Ты же знаешь. Ну что, давай нормальные задания для ранджа. Я говорю, вот эти дешевые фокусы, разводники, оставим для ЖИК и для ВОЛК. Потому что моральная проходимость в ВОЛГе и ЖИГе в разы выше, ремонт дешевле. Наша задача на РНЖ, ребята, мы приняли этот вызов, чтобы пройти на опыте это все, не повредить машины, чтобы через неделю уже биться с Антоном в Твери, это раз. И два, наша задача выйти на Гелик и Прадик. Ну вот, а не эти кульбиты устраивать. На ВОЛГе мы вам вообще с Альтом Мартале можем устроить, без проблем. Садись ты уже в тачку, не позорься, поехали. Ждем вас в следующую субботу на ВОЛГе. Думаешь, здесь тоже промерзли? ВОЛГе. ВОЛГе. Тебе повезло. Во, проедь еще раз. Значит, не ломать лед, подходит. Че, добрались до самого интересного. ой чача хорошая ждем ермачка сейчас будем на ту гору заезжать заедет я думаю не заедет я буду пробовать колян тоже не заедет нормально же нормально ехать надо есть азверин тут его полно вообще ровный асфальт да да покажи как ты вот эту гору возьмешь всем на волке чтобы все знали тебя чтоб запомнили тебя все да да хочешь посмотреть все хотят лют хотите посмотреть а так с и а а Ай-яй-яй! Я же сказал, надо было третью, она бы зашла по-любому А ты тут, знаешь, на автомате всю жизнь катаешься На правой на автомате Не, почему? У меня механика была всю жизнь Вот это контент! Хотел контент? Вот тебя Да еще не было контента Он почти разулся Стекла целые у машины, контента нет Он сам, по-моему, не ожидал такого, испугался Спирейн сейчас развалим, ты починишь, не проблем В Москву? Да В два раза дороже Минус один, да? Минус один Я-то заехал Все, в Москву! Не знаю, ну Вова приехал покататься с нами Ну кричит, где горки? Вот скажи, он на протяжении часов трех кричал, где горки? Ну, мы до нее доехали Постоять, побуксовать Мы вообще сколли Вот наши машины Смотри, все заехали сюда Ну, я не видел препятствия для себя Да, да, да Задымил аж бедняга, перегазовал Но он не заедет сюда Заедет Ну, если вот здесь только Так, кратик, теперь поточка В consultants Постоять В трех У него Гор gasket У него У ginger Надо, чтобы сейчас Ермак собрал волю в кулак и попробовал заехать. В этот раз Володя красавчик, он забрал волю в кулак, все силы и заехал. Чуть не уложил мотор, долбил в отсвечку, вообще, ну молодец. Ох, Вова, Вова, конечно, приехал он мне, ну молодец, вообще, конечно, сейчас так думаю, реально согласился на вызов, приехал, принял эту битву с Жигой. Ну что, Жига стоит 200 тысяч рублей, Волгу мы брали за 100, и там вообще вложение было, ну 5 тысяч рублей, мы вот посмеялись, да, что там вложение там на полтора миллиона, ну это чисто степ, основанное на комментариях некоторых наших зрителей. Вот Range Rover, сколько такой стоит? Можно же тоже получать удовольствие кататься? Давайте просто на дроме посмотрим, у нас, кстати, Жига покупалась на дроме и Волга, и вот Range Rover, давайте посмотрим, сколько такой стоит сейчас вот по объявлению. Ну вот, смотрите. Вот открываем дром, сразу смотрим, я сделал подборочку Land Rover, Range Rover, третий, третье поколение, второй рестайлинг, сколько здесь предложений, нормальная цена, отличная цена, нормальная. Дром получается по многим параметрам оценивает автомобиль, который продается, который размещен на этой площадке, и предлагает вам сразу, вот допустим, без оценки, нормальная цена, хорошая цена, нормальная, отличная, вот отличная, миллион пятьсот девяносто, одиннадцатый год, значит он выбрал по многим параметрам и предложил нам этот автомобиль. Вот мы здесь можем увидеть, что все объявления отсортированы по адекватности и по привлекательности, мы можем себе сразу сделать выводы. Хочешь продать свой автомобиль или купить себе новый? Тогда я тебе советую, за машиной иди на дром. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Нам еще предстоит много чего купить, кстати. В ближайшие месяц-два выйдет новых видосов куча. А Волга-то идет. Не, уже не идет. Волга-то идет. Волга-то идет. Волга-то идет. Продолжение следует... 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 Ну да... Продолжение следует... 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 Ну что, рейндж-ровер стоит на эвакуаторе, за 2 миллиона Вовка Ермак купил его и блатует Мы с Колей на семерке на Волге уже давно дома Ну и вот, ребят, рассудите, короче, тачка за 2 ляма или наши две тачки Жига с Волгой по 100 тысяч Чё б вы выбрали на дачу ездить по такой каше, по такой грязи, по таким горам, рекам Короче, Вовка хотел там с еликами зарубиться, но ему сначала ещё надо Москва-Белгород, Белгород-Москва, Москва-Белгород Поездить ещё раза 4-5, потренироваться с нами, с Колей, ну а потом уже рубиться с пацанами на еликах и прадиках Так что, пацаны, ставьте лайки, мы стараемся для вас, будем двигаться дальше Так, ну что, у нас теперь появилась на ней Волга Автопилотов выключили, он нам пока не пришёл Да это сильно, сильно Дворник у тебя взрослый Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся